Всем большой привет! Заказала постельное белье вот этой фирмы. Я вот эту фирму очень много чего покупала. Покупала и наволочки. Мне очень нравится по качеству. Это Турция. Смотрите, какое оно красивое. Ну вот так, конечно, непонятно, да, то есть когда на картинке. Ну, в принципе, я посмотрела, по фотографиям, в принципе, все ясно. Такая расцветка. Сейчас я разверну, покажу. Здесь вот, смотрите, так все прошито. Классно. Я уже брала наволочки. Мне очень понравилось. Потом простыни брала. Там можно отдельно купить, а можно вот комплектами. Там разные полуторные, двуспальные есть. Вот этот сатин комфорт. Он идет вот этот конкретно. Так, это вот наволочки такие. Очень красивый такой нежный, нежный прям комплект. Простынь. Тоже вот по качеству очень мне понравилась. Я вот уже брала эту фирму. Мне очень нравится. Ну, симпатичный рисунок такой. И сам пододеяльник. Здесь вот видите, как все красиво сделано. Пододеяльник на молнии. В общем, сейчас постираю, но очень классно прям по качеству. И вот я ощущаю, что он такой нежный комплект. Здесь бывает, трогаешь, он жесткий. У меня наволочки тоже такие же. И наволочки, и простынь. Я покупала там с лимонами прикольную простынь. Потом наволочки такие же покупала. И они вот именно вот такое качество нежное идет. Очень приятный комплект. Так что заказала, рада. Правда, долго шел, но все пришло. Все в целости и сохранности. Вот фирма. Более 20 лет. Что очень понравилось. Да, смотрите-ка клубничка. Да. Последний клубник остался. Это сорт Виктория здесь. Сказали вот уже, что она последняя. Больше нет такой. Так что сейчас намыла целую тарелку и будем пробовать. крупная. Есть крупная, есть более мелкая. Но вообще Виктория, она всегда крупная. Здесь мелкие еще какие-то. Может быть не до конца выросла. Играет музыка. поехали на пляж такой машины как шеринг-делимобиль что мы приехали на пляж то начала снимать и у меня почему-то съемка не пошла потом 2 с нажала уже нормально сейчас еще раннее утро мы стричка как обычно приезжаем на пляж справа санаторий беларусь слева санаторий русь но все уже кто давно смотрят все уже знают интересно сегодня волна или нет обычно когда если есть какой-то шторм или там волна люди уже идут обратно никто никогда не скажет что там шторм или там сильный волну никто не скажет я всегда всем говорю там что можно не идти кто-то сразу разворачиваться кто-то все равно идет к этому так хоть посмотреть у нас большая гора она единственно хорошо есть поставил лавочки то есть можно присесть когда обратно идешь а так хорошо есть что есть тротуар есть идешь считая как будто в каком-то дендрарии здесь стоят сосны пальмы поэтому дорога на пляж хорошая но конечно не без препятствия что потом обратно подниматься большую горку как как бы надо учиться этот вопрос ну кто на машине конечно много легче в основном наверху оставляем ее потому что сюда уже трудно подъехать здесь вот еще забор сейчас стали делать и здесь в принципе ставить нельзя можно только в самом низу там ставить но там всегда обычно все занят тут еще курсирует маршрутка которая в горку везет вот ну она уже идет где-то в 10 в 11 утра даже может попозже там 50 рублей проезд что так вот такое место да вот рядом с домом поэтому сюда и входим открылись кафе эти какие цены на цена высокие паста карбонара 750 рублей снеки картофель фри 200 рублей салаты греческие 550 и завтраки он деревенский 550 рублей морепродукты всякие бургеры вот такой вот кафе ну там можно посидеть как такая веранда у них есть из нас тоже всякие установлены палатки разным сейчас пока закрыта на том что еще утро я говорю тоже и всякие коктейли здесь вот продают всякая одежда там на обратном пути пойду что немножко снимал купляш несколько отсеков меня просила подписчица озвучить сцены на шезлонги поэтому сейчас расскажу сколько стоят они пластиковые вот шезлонги и такие обычные там есть вип типа шезлонги здесь тоже кафе там дальше уже идет чуть дальше там уже массажа как массажный кабинет он здесь массаж делать есть кабинка для придевания лавочки опять же детская зона там какая-то тренажер и тир все открыли все подряд если есть какой-то даже надувное кресло приносит такой у нас скромный экономный пляж вот шезлонги стоят вот эти шезлонги белые обычно по 400 рублей тут ходят и зонты на весь день можно брать шезлонги потом озвучить цены на ракушки покажу ракушки и коричневые шезлонги пока еще не выставили поэтому я поэтому я только белые пока с ним были тир потом тренажера у нас игровая зона и здесь вот я не знаю что это аэрохоккей наверно такой такие шезлонги еще стоят там еще батут детский есть олеандр я говорю что олеандр это горшках смотрите на как красиво все мы сейчас пойдем туда на этот пляж потому что здесь поменьше людей вот такие шезлонги стоят просто вдоль и протрут конечно потом часа просто пока еще работники не пришли вода 23 где-то примерно нормальная вода хорошая сейчас утро еще немножко прохладненько но днем она в страну прогреется многие кто проезжают от пляж ну в основном все остаются но некоторые готовы как вы здесь такое все эконом вариант построить ривьеры там и так далее ну не знаю здесь чистая вода поэтому в принципе из-за этого еще основная как бы мысль да что за этому кого и сюда приезжает то что вода чистая действительно ривьеры там морпорт поэтому купаться где морпорт там вот туда вот мамайка догомыс в ту сторону все вот у нас тут еще песочек песок такой перемешанный вместе с галикой заход хороший заход как детский детский заход и и и с ним давать рубрика что я беру за собой на пляж друг полотенца подушку кепку кепку понятно сумку счетом полотенца и сейчас покажу что еще беру на пляж обязательно будет формат невея 30 spf 48 часов увлажнения водостойки маленький удобно что маленькая сумма даже не использовал на зоне заказала не использовался потому что сначала мазалась а потом уже даже масса перестал потому что кожа уже адаптировалась да уже темный стал тем более прихожу с утра поэтому нормально запах у него очень приятно удобно открывается просто обычный как лосьончик что лучше злонги стоят на смотрите они так конечно занимают весь пляж то есть два ряда смотрите вот таких больших и людям уже обычным которые пришли на муниципальный пляж практически не остается места люди вот так вот уютятся все и так весь пляж заставлен один раз вообще поставили в три ряда эти шезлонги еще качели вот так вот понаставили то есть людям уже просто негде понимаете здесь очень узкая береговая линия и не все берут шезлонги многие просто хотят вот так вот на матрасах полежать просто на песочке я считаю что вообще должна быть одна линия шезлонгов как раньше было сейчас уже две линии и уже люди просто уже лежат практически в море такая ситуация сейчас попросили чтобы он зонт не открывал сразу зонт открыл вот у вас надо зонт открывать обязательно ну такую букву специально поставили чтобы поэтому не берем шезлонги ну берем он и очень иногда когда мама приезжает вот редко поэтому конечно муниципальный пляж должен не знаю как то тем более такая узкая конец и жени ривьера пляж на где там широкая береговая линия здесь очень узкая береговая линия а здесь вот такие вот два ряда и в основном шезлонги никто никогда не занимает они всегда стоят полупустые как он здесь смотрите песок я лежу на камнях сегодня ну как обычно я всегда лежу на камнях с набуны заходить нельзя у нас забор такой стоит поэтому на бону заходить нельзя что вот такой у нас пляж конечно если бы не было бы так все заставку сейчас на именно потому что сколько утра до утра можно не выставлять как это вообще чем понять это не выставлять я бы я вот я вот это место место есть место балом вон послушайте я бы я вам еще раз говори на месте у нас все ради бога да да это ваше право это ваше право сделай делайте фото видео это все есть вообще чем телефоны я именно по общего пляжа вот всего пляжа от всего да у вас все место у вас смотрите да послушайте да послушайте потому что каждый отсек каждый он он абсолютно разный здесь места мало там его больше да сколько да вот он там не видал идем идем блин да можно опять о чем не говорите успокойтесь нормально ведите нормально обращайтесь есть место нет вообще смотрите людям некуда бедно все на воде уже лежат все заставим вот вот да что вы мне это место вообще еще показывает да потому что мы его так вязали на да 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 все пустые лежаки никто у него тут не лежит люди бедные не могут найти место все там в воде глупаются очень мало места на пляже пляж очень узкая береговая линия тут надо ставить только один один ряд шезлонгов и все вот еще качели смотрите по наставил смотри еще качели по наставил буду еще вообще людям лечь уже некуда вот смотрите здесь другие шезлонги стоят еще вот эти шезлонги 900 рублей стоят шезлонг входит стол у них и ракушка на день 1900 рублей есть такой более вип пляж у него там потом все переругались этими шезлонгами что они заняли все место но здесь еще так более-менее здесь их поменьше чем там море успокаивали Игорь все ходит разбирается ему жалко всегда людей люди убегли там так хотел место им отраивать но они так и лежат так что место отмоевали несколько лет и и вот и вы у и а все и все все и И вот такие спасательные жилеты на каждом пляже установлены. Ну так, конечно, понятно, он хочет заработать на этих шезлонгах, но, соответственно, нужно тоже иметь отношение к людям хорошее, чтобы люди тоже не страдали от этого. Так что на шезлонги так никто не пришел. Люди вон там вот легли, потому что все заставлено. Вот так. Наконец-то с вас вышло солнышко, сейчас все сели, смотрите, видите, там нет вода, еще качели поставил. Все нога к ноге лежат, рука к руке. Что вот так вот, как в советские времена, но в советские времена, конечно, не было, все это так заставлено. Такая обстановка на пляже, свободная зона, практически все заняты. А зона, как видим, свободна, такое отношение к людям. Ну вот уже сейчас начали открывать кафе. К тому место женщине освободили. Мужчина, который сидел напротив, остался рад. Он хоть теперь ножки высеет. Да, он хоть теперь ножки высеет. Все, обычно пиво продают. Пиво пускают. Сто восемьдесят рублей. Сто восемьдесят рублей. Кафе. Смотрю, волновка стоит. Просто показать вам палатку, что у нас открыли там с вещами. Круг тоже есть, но все можно, короче, купить. Коля! Смотри! Горячего куру за сто рублей. Здесь вот тоже всякие вкусняшки продают. Туалет. И туалет есть. Так что пишите свои комментарии, что вы думаете, когда пляж есть занимают шезлонгами. И обычным людям, которые приходят со своими лежанками, места нет. А мы поехали домой. Все. Да, кстати, вот впереди министерство. Природных каких-то или природных ресурсов, что ли. Так что коршеринг здесь много стоит. Вот есть и белки, есть и телемобили. Поэтому, кто приезжает вот так без машины, то можно здесь взять всегда. Особенно в летний месяц здесь всегда стоит. Конечно, в марте-то там нет особо ничего. Но вот летом, кто на пляже всегда стоят. Вот полно хоршерингов всяких. Тут я вам показываю, открыли пекарню. Дальше. Здесь вот эти все дома в основном сдают. Еще у нас открыли тут мини-отель. Сейчас покажу пекарню. Тут вот сейчас за этим зданием будет мини-отель. Вот он. Он туда, он больше на склоне стоит. Я-то думала, тут участок для дома купили. А они там построили такой мини-отель. Здесь удобное расположение у него. То есть сразу туда спускаешься к морю. В принципе, тут идти 10 минут. Мини-отель Каскад называется. Каскад. Кто интересно кому-то, у Каскада еще называется. Ну там они тоже как-то по-иностранному знали. Резиденция. Какая там резиденция. Ну какая там резиденция.